Ну, я надеюсь, что не крупно проиграют, по крайней мере. Надеюсь на ничью, на самом деле, потому что Барсиловна сейчас не очень хороший футбол показывает, на мой взгляд. Счет сегодня будет 2-2. 1-3. Потому что, ну, они сильнее, реально. 1-3, правда, проиграют. Не, мы будем надеяться на лучшее. 1-3 наши выиграют. 3-2. Наши проиграют. 4-1 проиграют. Ну, мы рассчитываем, по крайней мере, на ничью. А вообще, едем поставить красивую игру. В любом случае. Ну, мы надеемся, что, по крайней мере, игра будет хорошая. Насчет счета. Ну, я думаю, хороший вариант будет 1-1. В данный момент ожидания вообще невозможно предугадать никак. Главное, никак, как в прошлый раз было. 3-0. Мы десяточку поставили на БТ. 1-3. И мы верим, давайте. 1-0 нам хватит. Нам хватит минимальной победы. Но, учитывая то, что Барсов всегда забивает, ну, мы согласны на 3-2. 4-1 в пользу Барселоны. Ничего. 1-1. Ну, я думаю, 1-1 будет. Наши забьют гол. А сколько они пропустят, ой, не дай Боже. Ну, я так думаю, 2-1 выиграют. БАТЭ, конечно. Ну, 2-1. БАТЭ. Наши, конечно. Здесь счет не важен. Прошлая игра показала, что практически невозможного нет. Если Беларусь захотим, то они точно выиграют. Бонд отправить по полю с головой и грудью. Ну, мы только этого и ждем. Я ни на что не готов. Я еду посмотреть классный футбол и хочу увидеть достойную игру, как со стороны БАТЭ, так и Барселоны. Ну, уж точно не бежать голым по полю, наверное. Холодно сейчас просто, простужусь. Ну, вот если Сан Найбон, то пожалуйста. С удовольствием. Раздеться. Затрудняюсь сказать, честно говоря. Но голым точно не готов пройтись. Я бы поцеловала того, кто забьет гол. БАТЭ выигрывает. Вот ключи от квартиры. Подадим победителям. Бабушка не расстроится, я возьму ее в свою комнату. Дубликат. Надеюсь, Майку БАТЭ выйти на футбол, на стадион. Я бы тоже голым бежал по полю. Из бунта. Ну, чтобы я был бы готов, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Мы готовы приехать из Москвы в Минск, потом из Минска в Борисов и прокричать БАТЭ вперед. Потом обратно в Минск, потом обратно в Москву и завтра на работу. Не, ну голым по полю. Готов. Готов, да. В принципе, голы по полю. Я часто бегаю голы по полю, поэтому нормально. Ну вот, вместо машины еду на электричке. Вот это вот самая моя большая готовность. Ну, согласен. Я бы готов был туда поехать на матч. Даже если проиграют, БАТЭ, я побегу ради игры. Барси, ну, разумеется, Лена Эль Месси, но его сегодня не будет, так что, наверное, Неймар или Суарес. Барси? Ну, Месси, конечно, но его сейчас нет, поэтому не знаю, Суарес, наверное. Я думаю, что самого крутого сегодня не будет. По-моему, Месси, коли я не помоляюсь о нем, о некем отпочинку. Ну, конечно, как и в Барсе, так и в мире это Месси. Да, естественно. Месси. Все. Очень, все очень крутые. Самый крутой в БАТЭ игрок, ну, два центральных защитника. Они не белорусы, к сожалению, но они самые крутые. И крайний левый, Младенович, центральная Дубра, Милунович. Да, помню таких. Я даже не могу сказать. Самый крутой у нас игрок. Я думаю, что Виталий Родибунов. Команда так хорошая, не могу лично сказать, кто лично хороший. Ну, Александр Глеб, конечно же. А Младенович, Владенович. Тяжело сказать. Для Барселоны Гауди, конечно, больше знать, чем Месси. Для барселонцев, думаю, Гауди. Для меня, как болельщик футбола, Месси. Луис Суарес. Гауди, во-первых. Кто это? Не знаю. Нельзя сравнивать, как так вы. Да, Месси все равно круче, конечно. Ну, как, Месси уже лучше все-таки игрок. А вообще, я думаю, что лучше Дмитрий Мазалевский. Ну, наверное, скорее всего, Месси. Или Гауди. Конечно, Гауди. Гауди вообще крутой чувак. Месси так, только старается ищем. А кто такой Гауди? Не, Месси самый крутой. Самый крутой – это Глеб Александр. Месси ли Гауди? Месси. Смотря почему судить. Паэльо. Морепродукты, да. И еще что-то. Не употребляю испанское блюдо. Паэльо? Нет. Не знаю, знаю, из чего хамоны, свиньи. Паэльо не ели. Мы в испанской кухне не очень. Если это вообще вы про кухню спросили. Паэльо, я. Паэльо, я не знаю. Не спонят, если честно. О, паэльо. А, там их сетей никто не ест, кроме туристов. Так, сейчас вспомню. С перцем, наверное, что-то связано. Паэльо? Рис, морепродукты. Нет, 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 не знаю. Спасибо. Повлетное настроение. Меня зовут Алекс. Я в доме. Я студию в университете. Какой-то там. Я работаю в студии в эдукассионе. Ну, это там нецензурное слово. Так что я не думаю, что оно будет уместно. Нет, к сожалению, нет. Тем более, что некрасиво. Или там кричать каталонит Испания. Как-нибудь так. Амико. Амиго, амиго, правильно. Бонус эйро, добрый вечер, да. Правда, не знаем, что это значит. Паралаора. Но это по-испански точно. Что-то про золото. Батэ, наверное, будет чемпион в лиге чемпионов. Бонус получать сейчас. Лавита Барселона. Хала Мадрид. Мы хотели выучить, но не получилось. Хала. Что еще есть? Какой хала? Хала Мадрид, говорят. Анимо. На испанском только танец, но в поезде не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова